МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Ростовской области на телеканале Дон-24. В студии Вартан Суниджанс. Смотрите в выпуске. Добровольно и бескорыстно. В День Донора узнаем о мотивации и благородстве дончан. Как принять и преодолеть физические ограничения, расскажут пассажиры Добропоезда. Состав с именитыми спортсменами и артистами прибыл в Южную столицу. Исполнение мечты. Участник конкурса «Большая перемена» побывал в кабине пилота и узнал, как работает аэропорт. Из Ростова на теплоходе. В столице Дона стартует сезон речного туризма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня днем в центре Ростова-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и спровоцировал массовую аварию. По данным госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал. 20 апреля в России отмечают национальный день донора. Он посвящен людям, которые сдают свою кровь, спасая жизни другим. Наши корреспонденты сегодня узнали у ростовчан, готовы ли они стать донорами. Если отвернуться и не смотреть, как туда втыкают иголку, то это нормально, это лайфхак сейчас я даю всем, кто идет сдавать кровь. Главное не смотреть. А вот в будущем будете ли вы еще раздавать кровь? Не вопрос. Я уверена, что она у меня очень ценная, я готова поделиться. Значит, сдавал я кровь всего один раз. Ну, больно не было. Но если нужно будет, конечно, буду сдавать. Нет, никогда не сдавала, но всегда хотела бы попробовать помочь кому-то. Я уже, в принципе, постоянный донор. Около 20 раз сдавала кровь. Последний раз был в марте. В принципе, собираюсь еще пойти в мае. Это абсолютно не страшно. И приглашаю всех присоединиться к донорству. Приглашает присоединиться к постоянной сдаче крови на Дону и молодежный донорский марафон. Елена Сарксян пообщалась с опытными донорами и узнала, как можно поучаствовать в акции. У нас третья группа, лес, положительный фактор. Сдавать кровь регулярно – важная миссия для Светланы Бесединой. Сегодня девушка уже седьмой раз становится донором и отмечает, что на этом останавливаться она не собирается. Не каждый, наверное, может сделать какое-то доброе дело. Поэтому хотя бы таким образом, отдавая свою кровь, есть уверенность в том, что я помогаю маленькому ребеночку. Я сама мама, поэтому очень важно, чтобы наши дети были здоровы и живы. Ежедневно более ста человек посещают станцию переливания крови с целью спасти чью-то жизнь. Перед тем, как попасть в донорский зал, желающие заполняют анкету. Далее проходят медосмотр и только после допускаются к процедуре. Врачи разрешают сдавать кровь пять раз в год мужчинам и четыре женщинам. У нас доноры есть, безусловно, каждый день. Мы обеспечиваем кровью и ее компонентами, скорее, более ста лечебных учреждений нашей области. Потребность эта всегда удовлетворяется полностью. И в зависимости от этой потребности мы заготавливаем кровь. Скидайте ручку и немножко полежите. К постоянной сдаче крови в Ростовской области привлекает молодежный донорский марафон, который начался два месяца назад и продлится до июля этого года. За период акции планируют призвать более полутора тысяч неравнодушных человек. Для тех, у кого нет возможности посетить пункты сбора крови в будний день, проводятся донорские субботы. Очень многие люди не понимают, что сдавать кровь важно повторно. Многие приходят один раз и сдают кровь и уходят с чувством выполненного долга. Но через месяца четыре важно прийти еще раз. Потому что, когда вы сдаете кровь, ваша кровь отправляется на карантин на четыре месяца и хранится три года. Когда вы приходите второй раз сдавать кровь, ваша первая кровь уходит к человеку. На сегодняшний день в акции уже приняли участие более сорока человек. Те, кто впервые сдал сегодня кровь, получили значок – символ донорского движения. А за повторную сдачу – памятный подарок. Три минуты я полежала буквально после сдачи крови и спокойненько спустилась. А тут еще такие приятные сюрпризы получила. Сдать кровь для нуждающихся может абсолютно любой человек, пройдя обследование. Для этого необходимо, как говорят врачи, стремление и желание помочь. Гаражный бум грядет в Ростовской области и по всей стране. 1 сентября в силу вступит федеральный закон о гаражной амнистии, который ждали миллионы россиян. Ведь долгое время было непонятно, как приватизировать земельный участок, на котором стоит гараж и самоустроение. Перспективы и механизмы нового закона обсудили в Донском парламенте за круглым столом, организованным комитетом по строительству. Гаражная амнистия будет действовать 5 лет. До 1 сентября 2026-го. Граждане смогут по упрощенной схеме получить право о собственности на землю и постройку. Действие закона распространится на гаражи, введенные в строй до 30 декабря 2004-го года. Очень важной строкой в законопроекте прописан особый порядок предоставления земельных участков инвалидам. Обращаю внимание, не машинное место, а именно земельные участки для строительства отдельного гаража бесплатно, непосредственно возле места жительства инвалида. Это очень важный момент. По мнению участников круглого стола, уже сейчас нужно начинать проводить разъяснительную работу с владельцами гаражей и сделать полную инвентаризацию во всех муниципалитетах. Кроме того, оформление прав собственности должно проходить через МФЦ, чтобы упростить процедуру оформления документов. Кредит по льготной ставке теперь можно получить на покупку не только готового жилья, но и на строящийся дом или участок. По становлению правительства России расширена программа «Семейная ипотека». В Донской столице первая подобная сделка уже состоялась. Владимир Юрьевич, поздравляю вас с первой сделкой. Примите, пожалуйста, от нашего банка небольшое сомнение. Первую сделку по семейной ипотеке на ИЖС провел банк «Дом.РФ». Спустя несколько часов после того, как правительство Российской Федерации распространило действия госпрограммы для семей с детьми на строительство индивидуального жилья. Кредит получили супруги из Ростова. Семье Сидоровых больше не придется уйтиться вчетвером в однокомнатной квартире. Они заселятся в новый дом, выплачивая ипотеку под низкий процент. Дом в Батайске почти готов к сдаче. Давно мечтали об этом доме. Родились у нас двойняшки, поэтому сподвигнуло нас на это. Обратились в этот банк. Тут достаточно все нам популярно, подробно рассказали. И процентная ставка нас очень порадовала, если честно. Согласно опросам, более половины российских семей хотели бы жить в собственном доме. А значит, такой вариант кредитования будет востребован. При получении ипотеки можно также воспользоваться средствами материнского капитала. Так поступило и семейство Сидоровых. Новоселье супруги отметят уже в начале июня. Алена Бадр, Сергей Крикоров, Юрий Друзякин. Дон-24. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону сегодня открывает сезон речного туризма. С 20 апреля от причала станицы Старочеркасская отправляется в плавание четырехпалубный теплоход Александр Суворов. Он пройдет по маршруту Ростов-на-Дону и Левка-Волгоград. В этом году туристическая навигация из Ростова-на-Дону начинается раньше обычного. Она продлится с апреля по октябрь-ноябрь в зависимости от погодных условий. Также с середины августа из Донской столицы туристы смогут отправиться в круизы по Азовскому и Черному морям на стильном люксовом теплоходе «Мустайкарим». Включены экскурсии по городам античного наследия, этнографическим комплексам, винодельням с дегустацией, гастрономические туры и отдых на пляже. Добавим, туристы смогут вернуть до 20% кэшбэка от стоимости круиза. Далее в выпуске подробный прогноз погоды на среду, а сразу после. Лучшие на юге. Донские спасатели победили в окружном этапе соревнований МЧС. Как принять и преодолеть физические ограничения, расскажут пассажиры добропоезда. Состав с именитыми спортсменами и артистами прибыл в Южную столицу. Исполнение мечты. Участник конкурса «Большая перемена» побывал в кабине пилота и узнал, как работает аэропорт. В середине текущей недели циклон продолжит свой путь на севере и оставит территорию Ростовской области в своей тыловой части. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а дожди примут небольшой локальный характер, что позволит солнцу прогреть воздух. В северных районах облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов, днем плюс 13, плюс 18. На востоке облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов, днем 14-19 градусов тепла. В южных районах облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов, днем 13-18 градусов со знаком «плюс». На западе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов, днем 13-18 градусов тепла. В центре облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов, днем плюс 12, плюс 17. В Ростове-на-Дону ночью облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти и составить 758 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Это новости Ростовской области. Продолжим выпуск. Ростовские полицейские решили напомнить подросткам о правилах посещения общественных мест в ночное время и провели профилактический рейд в парках, скверах и компьютерных клубах. Как выяснилось, не все в Ростове знают, что с 22 часов до 6 утра несовершеннолетним запрещено посещать общественные места беззаконных представителей. Одного такого нарушителя стражи порядка отвлекли от компьютерных игр и вызвали родителей, которым теперь придется отвечать по административной статье. Также в областной полиции напомнили, оперативно-профилактическая операция «Твой выбор» мероприятие не разовое и проводится регулярно. Сегодня в Ростов-на-Дону прибыл «Добропоезд». Его главные пассажиры – люди, которые смогли принять и преодолеть физические ограничения здоровья и начать жить по-новому. Это спортсмены, музыканты, общественные деятели. Возглавляет команду фигуристка Ирина Слуцкая. Она одержала главные победы в своей жизни, преодолев тяжелое заболевание. О том, как бороться и не сдаваться, участники акции рассказали на форуме «Моя история успеха». Олимпиада 2006 в Турине. Ирина Слуцкая – бронзовый призер. В этом же году фигуристка выигрывает чемпионат Европы. И такие победы после лечения тяжелой болезни – воспаление сосудов. Спортсменка чуть не лишилась ноги. На вопрос, как удалось подняться, Ирина всегда говорит – верьте, боритесь. Я поднялась, подниметесь и вы. Вы знаете, даже если один человек после нашего поезда скажет нам спасибо, что он взглянул на жизнь совершенно с другой стороны и принимает свое состояние, потому что он такой и не жалуется на судьбу и не хочет просыпаться утром, то я считаю, что это уже победа. Принять себя таким, какой ты есть, и поверить в лучшее для людей с ограниченными физическими возможностями – это самое сложное, особенно для тех, кто в силу определенных жизненных ситуаций оказался в инвалидной коляске, будучи взрослым и состоявшимся человеком. И только личный пример успеха может вдохновить на борьбу. Я два с половиной года лежал, реализованный, мне было очень сложно, очень тяжело. Я занимался собой, то, что я занимался спортом до травм, мне очень сильно помогло, поддержка друзей, родителей, конечно. Я смог восстановиться для того, чтобы стать самостоятельным, это очень важно, быть самостоятельным. У нас есть серия мастер-классов, на которых мы покажем и расскажем, каждый из нас проведет свой мастер-класс в своем направлении. Я расскажу про адаптивную фитнесу, что это такое. Эта методика направлена в большей степени на психологическую и мотивирующую сторону вопроса. Двигательная активность, не мы придумали, как человеку приседать, но вопрос двигательной активности, расширения ее объемов, увлечения и познания самого себя, своего тела, правильного питания, правильных движений, объема, интервальности и самонаблюдения – вот, собственно, в чем заключается методика. Мастер-классы по адаптивной гимнастике, занятия лечебной физкультуры, семинары и лекции. Главной темой форума стали проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями здоровья. Всероссийская акция проходит второй раз, реализуют ее с использованием гранта президента. А в Ростовскую область десант Добропоезда прибыл впервые. Это семинар с колес, это возможность нашим жителям, жителям нашего региона, с особыми возможностями получить новый опыт, какие-то новые знания. И основное – это почувствовать уверенность в своих силах. В регионе с 2011 года работает государственная программа «Доступная среда». Ее цель – не только адаптация зданий и сооружений к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья, но и помощь в социализации. Ведь только психологическая перезагрузка и поддержка людей с особыми возможностями – это реальная история успеха каждого из них. Оксана Мельничук, Юрий Ляшко, Дон-24, Ростов-на-Дону. В Ростове на грибном канале «Дон» стартовала неделя спорта. Во время фестиваля пройдут соревнования по ГТО, северной ходьбе, беговелам, пляжным, легкоатлетическим, игровым и грибным видам спорта. Всего заблотнировано 15 программ, в которых будет задействовано 10 спортивных площадок грибного канала. Старт праздника удала российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, Ирина Слуцкая. Основная цель Министерства спорта Ростовской области привлечение трудовых коллективов к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни. Вот это первый шаг. Они сегодня вышли на природу, здесь у них примут нормативы ГТО, потом мы пойдем на предприятие. Пройдет огромное количество мероприятий, больше 600, посвященных 90-летию ГТО. Вот первый шаг сегодня мы сделали. Когда эта команда рождается какой-то командный дух, и впоследствии это помогает в коллективной работе. И, конечно же, это наше здоровье, это действительно важно. И чем больше будет таких мероприятий, чем больше будет именно воспитания командной истории, тем будет лучше. Открылась спортивный праздник, спортивная эстафета ГТО, в которой приняли участие 9 коллективов. Она уникальна тем, что в ней важен не только бег, но и силовые качества. Например, на первом этапе участники должны поднять 16-килограммовую гирю 20 раз, а затем передать эстафетную палочку партнеру по команде. Победители пройдут в следующий этап. Троеборьи, которая включает в себя греблю на сапсерфах, байдарках и бег. В финальных соревнованиях 1 мая командам предстоит побороться за главный приз – 1 миллион рублей. Сотрудники Донского управления МЧС стали лучшими в ЮФО по скорости ликвидации последствий ДТП. Окружные учения завершились в Азове. Конкуренцию представителям Ростовской области составили специалисты МЧС из Адыгеи, Калмыкии, Кубани, Астраханской и Волгоградской областей, Крыма и Севастополя. Легенда для всех команд общая. В результате аварии двери авто заблокированы, травмированный водитель и пассажир самостоятельно покинуть салон они не могут. Участники соревнований показали виртуозное владение гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, средствами оказания первой помощи и транспортировки пострадавших, первичными средствами пожаротушения. Второй год подряд город Азов, наша Донская земля принимает эти соревнования. В прошлом году победителями данных соревнований была команда специализированной пожарно-спасательной части из поселка Кулешовка Ростовской области. По этой причине мы второй раз подряд принимаем данные соревнования. В составе Донской команды опытные пожарные спасатели, на счету которых ликвидация последствий десятков крупных пожаров и различных ЧП. Кроме того, каждый из них владеет несколькими смежными специальностями. Теперь им предстоит защищать честь Южного федерального округа на всероссийских соревнованиях в Москве. Победителями федерального конкурса среди школьников «Большая перемена» стали сразу полтора десятка донских юношей и девушек. Один из призеров – ростовский девятиклассник Дмитрий Шин. Он с детства грезит небом, и организаторы конкурса сделали для него подарок – подробную экскурсию по аэропорту Платов. Когда экипаж готовится к полетному выполнению, допустим, по аэропорту Платов рейса, у него на руках есть вся документация, которую он посмотрит – ага, вот так выглядит аэродром. Дмитрий Шин мечтает когда-нибудь получить такие документы, но уже в качестве командира воздушного судна. Школьник утверждает, он именно из тех романтиков, которые бредят небом с самого раннего детства. Если точнее, то с пяти лет. Тогда он впервые попал на борт, а в 15 лет, победив в федеральном конкурсе «Большая перемена», все призовые деньги потратил на обустройство собственного домашнего авиатренажера. На самом-то деле, с детства увлекаюсь авиацией, изучаю, в принципе, эту сферу. Ранее три года учился в авиамодельной школе, сейчас я обучаюсь в летной школе авиатор уже на протяжении практически года. Подобная экскурсия по международному аэропорту Платов для Дмитрия – настоящее чудо. Побывать в диспетчерской, узнать тонкости работы службы регистрации пассажиров и увидеть, как служба досмотра справляется с опасными ситуациями. Все это крайне интересно. И вот заветная цель Дмитрия. Он выходит на летное поле и попадает в настоящий авиалайнер. Там его уже ждет командир только что приземлившегося воздушного судна. Они вместе производят внешний осмотр самолета, как того требует регламент. Затем заходят в кабину пилотов. И тут Дима задает самый главный вопрос. Чтобы мы могли посоветовать, в принципе, начинающим пилотам, которые хотят погрузиться в мир авиации, пойти в него. Я думаю, в первую очередь необходимо хорошо учиться в школе. Сейчас достаточно высокий конкурс в летных училищах. И для этого необходимо сдать либо хорошо ЕГЭ, либо получить хороший аттестант, если ты собираешься в среднее летное училище. Школьник прикоснулся к своей мечте и теперь выберет профессию не по совету родственников и друзей, а по зову сердца. В авиацию другие люди не попадают. Валентина Малащицкая, Сергей Вишняков. Дон-24, Оксайский район. В городе Артнобеля создано особое пространство для сотрудничества бизнеса, власти и молодежи. Артнобель – это возможность для самореализации и притворения творческих идей в жизнь. Стоит отметить, что по результатам этого форума, этот форум пройдет в течение пяти дней на территории Донского региона, часть молодежи и участников могут побороться за гранты. В том году представители Ростовской области взяли грантов порядка 65 миллионов рублей. Сегодня, вы посмотрите, 36 городов приехали сюда. И они все хотят сегодня подойти, рассказать о креативности, подходе, решении многих вопросов. Как раз это и даст сегодня толчок именно этим молодым людям утвердиться, показать себя, что они могут, умеют делать и предложить городу. Впереди у участников форума пять насыщенных дней практической работы, образовательных лекций и тренд-сессий. И, конечно же, новые знания, которые в будущем превратятся в интересные проекты, отмечают организаторы. Это уже возможность заявить о себе на весь Южный федеральный округ. А в археологическом музее-заповеднике Танейс сегодня открыли обновленный выставочный комплекс. Что теперь на территории древнего городища могут увидеть дончане и туристы? Сюжет корреспондентов Дон-24. Восстановим Танейс! В этом году 60 лет исполняется с того дня, когда археологический музей-заповедник принял первых посетителей. Раньше в этом здании были деревянные стены, полы и потолок. Специально к юбилею сделали ремонт. Теперь вместо старых окон – евростекла. А скрипящие полы заменили на плитку в античном мозаичном стиле. Наша задача была в кратчайшие сроки провести этот ремонт. Сейчас у нас даже возможности больше появились. Мы смогли совершенно новое освещение здесь сделать. Не то допотопное, которое было раньше. Сегодня только в этом здании пять выставочных залов. А во всем музее около 150 тысяч экспонатов. То, что увидят там наши зрители, а там даже они увидят солнечные часы, пухи бронзы, что совершенно редкая вещь. Можно подумать, что это обычный камень, и он ничем не отличается от тех, которые лежат на улице. А ученые угадали в нем солнечные часы третьего века до нашей эры. Нас директор Вадим Иванович всегда приглашает на открытие всех праздников, на различные мероприятия. И еще мы встречаем у ворот, например, приезжают министры, гости России, за границей. Мы встречаем как бы визитная карточка определенная. Сейчас здесь встречают министров, а 6 тысяч лет назад тут первый раз встретили греков, которые сделали Танойс крупным торговым центром. Если вы видите на баннерах наших много фотографий, портретов, мы очень любим Танойс. Воспитывался Анатолиус в спартанском стиле. Атлетика, музыка и поэзия – это то, чем он занимался с детства. Окончил университет в Греции, написал около 4 тысяч стихотворений, 25 пьес. Примерно 20 лет его театр выступает в Танойсе. Щит мы привезли из Афин, шлем этот с острова Крит, панцирь тоже привезли с острова Крит. А вот костюмы, вот полный жена, ручек, то, что вязано, шито, сделано из кожи, в основном это сделала жена. К открытию полностью обновленного здания музея было подготовлено несколько новых выставок. Владимир Корловский, Валерия Дорошенко, Александр Кучец, Дон-24, Хутор-Недвиговка, Мясниковский район. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на 21 апреля – 76 рублей 1 копеек, евро – 91 рубль 75 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии был Вартан Суниджанс. До встречи. С гемотестом лабораторная диагностика доступна каждому. Скидки и бонусная программа действуют на анализы, выездное УЗИ, ЭКГ и консультацию гинеколога. Добро пожаловать в гемотест.